Я делала это видео в аэропорту из Стамбула, но, видимо, камера просто перестала записывать, и я не нашла начала этого видео, поэтому я сейчас записываю. Короче, так, летела я из Нью-Йорка в Стамбул. У меня такой билет был с двумя пересадками, но очень дешёвый был. Там по Нью-Йорк, Нью-Йорк, Стамбул, Стамбул, Львов. И наш самолёт опоздал в Стамбул. Там вообще была бы 1 час 5 минут пересадка, но он опоздал. И пока я дошла до своего гейта, он уже закрыт был, и они уже улетели в Львов. И так как у них там только один рейс в день, надо было что-то делать, надо что-то предпринимать. Это не моя вина была, так как не моя вина была, мне бесплатно должны были бы поменять билет. Вот, я пошла, короче, узнавать, куда. Меня в 4 разных места отфутболивали, пока я дошла до 4-го. И, короче, ну и дальше уже видео есть, дальше сейчас будет продолжение, видео с аэропорта Стамбула. Турки меня разочаровали, очень. Я не уверена, что я буду ещё летать этой компанией. Я, может, я им ещё и дам один шанс, но они с каждым разом всё хуже и хуже, к сожалению. Так вот, там внизу, там где прибытие, там где прибытие, вот, там есть стол, 214-й стол. И там турецкая Велина, они, короче, поменяют билеты. Ну, так как моей вины не было, мне не пришлось ничего платить. Ну, сам билет, смотрела, цену 330, там, с чем-то долларов. Вот. Ну, мне он бесплатно, потому что, говорю, опоздал самолёт. Как он опоздал, понятия не имею. Мы вовремя вылетели. И он так хорошо опоздал. Потому что у меня трансфер был полтора часа или даже больше. А мне дойти от одного места в другое и поцеловать двери закрытые. Вот. Сколько там этого, этой ходьбы, ну, максимум 20 минут. Короче, ну, там такая история была. Я говорю, мне надо сегодня во Львов, потому что завтра у меня дела. Вот, утром. Мне надо сегодня прилететь. А у них нет уже во Львов, Стамбула на сегодня. У них только один рейс. Говорю, давайте меня через какой-то другой город везите. Короче, они нашли через Киев. Я бы там была во Львове где-то в 8 с чем-то вечера аж. А я прилетела сюда в 7 часов утра. Я уже вторую ночь не сплю, между прочим. Вот. И хорошо, говорю, уже давайте что есть. Потом оказалось, что у них нету мест, только бизнес. Бизнес-класс. Бизнес-класс они не хотели давать. И он мне говорит, давайте мы вас отвезем. Теперь внимание. Вообще, он по-русски говорил этот турок. Говорит, давайте мы вас отвезем до Киева, а с Киева до Львова вы уже сами. Я говорю, я надеюсь, это шутка. Вот что значит, что с Киева я уже сама в Львове. Я, во-первых, там ничего не знаю. Этого аэропорта никогда в жизни там не было. Я заплатила, говорю, деньги до Львова. Почему я должна сама своим ходом потом еще добираться? Что за фигня? Говорю, есть другие города. Везите меня через... Ну, Франкфурт, например, да? Через Вену или там... Да хоть, говорю, хоть через Нью-Йорк. Только чтобы я сегодня... Ну, через Нью-Йорк, конечно. Нет, ну, говорю, есть там София, там... Берлин, другие города, вот. Везите меня через другие города, короче, город другой, в Львов. И я там стояла час, даже больше, наверное, пока они... Они так все медленно... Там такой бардак. Там такой бардак у них, это капец. Он мне предлагает за свой счет еще лететь с Киева до Львова добираться. Своим ходом. Что за фигня? Я говорю, я прифигела, потому что я такого не ожидала, что мне компания такое предложит. Они просто не хотели возиться, искать билеты. Но я им напишу отзыв. Вот, пусть знают, что за работнички у них там такие. Вот, я говорю, я когда уже... Уже серьезно сказала, потому что когда ты очень nice, polite, они тебе на шею садятся. Когда ты, блин, недовольная рожа у тебя, то они уже стараются угодить. Вот. Вот. А я не могу, я всегда улыбаюсь там, ну, к людям хорошо отношусь. Но вот видите, нельзя, потому что на шею садятся. Вот. И, короче, я ему уже хотела сказать, давайте смотрите через Варшаву, потому что во Львов с Варшавы точно летают. Вот. В Польше очень много с Львова ездят люди, летают. И он сам... Они сами предложили Варшаву. Даже я им не напоминала. Вот. Как-то посмотрели. И, короче, поменяли мне этот билет. Я должна была во Львове быть сегодня в 10-11, где-то утра в 11, а буду где-то вечером около 7-8, где-то так. Вот. И, ну, конечно, целый день у меня пропал. Вот я хотела походить там в кафешки, в рестораны такое. Вот в магазины походить. И вот один день у меня пропал. Я буду там два... Пятница, суббота, воскресенье я лечу назад. Два дня. Ну, что за фигня. Вот. И из-за них у меня четверг пропал. Из-за этих турков. Я не знаю. Я как-то не очень хочу теперь ими летать, потому что мне даже эти две сумки не нужны. Я столько не вожу уже. Мне обидно, потому что я так долго... У меня этот билет, он дешевый был, но там две пересадки аж. И я говорю, я вторую ночь не сплю. И я такая зачумленная. Я не соображаю, где я, что я. И вообще еще опоздала. Я вообще не знала, куда бежать и что делать. Но разобралась. В принципе, я не это... Я не впала в панику. Я думала, будет хуже. Но я так сразу себя взяла в руки. Думаю, могло бы быть хуже. Вот. Поэтому это все мелочи жизни. Вот. Неприятность этого мы переживем. Но жалко, целый день во Львове могла бы побыть. И вот, видите, не получится. Но уже что есть, то есть. Надеюсь, назад будет нормально. Ну, так опоздаю. Ну, назад уже фигня, потому что домой летишь. Но я хотела просто... Думала, уже так далеко еду, то хотя бы три дня там побуду. Теперь буду я там два дня. Обидно. Потому что у меня дела. Потом... Ну, да ладно. Уже как... Уже как вышло. Ну, вот такое предложение. Мы вас до Киева довезем, а там вы своим ходом. Я просто... Я в шоке. Я вообще не понимаю, как у них язык повернулся такое предложить. Сейчас покажу вам еду. Я собрала с прошлого полета и с этого полета. В прошлый раз была хорошая еда. Один раз. Потом... Сейчас вообще... Ужас-ужас. Ну, я назад буду лететь, я уже не буду снимать еду. Ну, разве что что-то будет удивительное. Потому что фигню снимать невкусное не хочется. Вот разве что, если что-то очень вкусное будет, то покажу. Вот я слышала, многие говорили, что турки вкусно кормят. Наверное, людям просто хорошо везло, потому что не кормят они хорошо. Ну, или я гурман такой, что у меня... Ну, понимаете, вся пища в самолетах, она невкусная уже по определению. В ней есть что-то такое, в нее что-то кладут. Такой у них... Здесь тут люди спят и храпят. Так хорошо храпят. Она невкусная. У нее какой-то привкус из такой вот самолетной еды. Некоторые любят это, а я вот именно не люблю. И я какими только линиями не летала. Я помню, я и в Бразилию летала. И, короче, я довольно много летала. И всегда вот этот вкус. Что-то они туда кладут. Как-то они эту еду консервируют. Или я даже не знаю. Вот. Короче, она невкусная. Но в прошлый раз турки порадовали. Было вкусно. Вот единственный раз, когда еда была хорошая. Вообще она в самолете. Вот не нравится мне еда. А так показать покажу, скушать скушаю. Но она невкусная. Вот невкусная еда. Вот я в еде толк знаю. Мы сейчас в самолете здесь недалеко от этого мотора или что там у них. Ну, мы на крыле сидим. Очень гудит сильно. Ладно. Мы сейчас летим турецкими авиалиниями. Вот. Посмотрим, какая еда будет в этот раз. Нам раздали меню. Где-то часа два назад. Мы тут все посмотрели. Тут напитки всякие разные. И еда. Значит, мы взяли пив. Ну, это мясо с говядиной. Два салатика идут. Сейчас будем пробовать. Малая еще взяла вина. Белого вина. Франч. Да. О, вы знаете, я уже вижу, что еда лучше, чем в прошлый раз. Намного лучше. А там еще будет, можно брать в любое время сэндвич или маффин. Anytime. Потом будут на завтрак. Посмотрим, что будет на завтрак. Короче, еда пахнет нормально. Сейчас будут дегустировать. Хочу сказать, что турки приятно удивили. Вот действительно неожиданность. Значит, такая довольно большая котлета. И она очень вкусная. Там не только говядина, там даже баранина есть. Вот я на вкус. Очень вкусно. Картошка очень вкусная. Булочка с маслом. Там масло такое маленькое было. Ну, разрезать я этим ножом не могла. Разломала как могла. Это курица. Очень вкусный баклажан. Это салатик. И это тоже какой-то салатик. Там есть, дали соус. Вот оливковый соус. Вот такой. Потом я покушаю его. Ну, салат как салат. Сейчас попробую чизкейк. Типа чизкейк. Вкусно. Вкусно. Ну, вот это очень вкусно. Прям как в ресторане. Действительно вкусная еда. Повезло. Как вы видите, все было вкусно. Я все скушала. Единственное, что я не давала вот этот соус, этот к салатику. Он был очень свежий, хрустящий, сладенький. Такой сочненький. Я его с удовольствием просто так схрумкала. Все съела. Морковку я просто вареную не люблю. Ну, готовую. Я сырую только люблю. Вот на чизкейк у меня нет места. Просто все было очень сытно, очень вкусно. Я очень удивлена. И очень приятно, между прочим. Я так наелась дышать. Не могу дышать. Вроде немного еды, но очень-очень сытно. Очень вкусно было. Молодцы, турецкие велинии. Так держать. Будем посмотрим еще, как будет утром. И потом назад будем влететь. Посмотрим, как там будет. Завтрак. Это яичница. Грибы жареные. Помидор какой-то. Йогурт с дыней. И это что-то сырое. Типа два вида. Или сколько сыр. И булочка. И джам. Мама сказала, что есть джам. Покажи, какой джам. Такой я его не буду кушать. Я знаю, там хайфруктоз. Этот, кукурузный срок. И масло. Буду сейчас дегустировать. Завтрак. Насколько ужин был хороший, насколько завтрак был никаким. Это невозможно кушать. Я не знаю, с чем они это смешали. Но это такая гадость. Фу, рвотный рефлекс вызывает, извиняюсь. Очень неприятно на вкус. Грибы были в основном нормальные. Там немножко сухой был. Окей, можно было кушать творожок. Не творог, а типа американского фарма с чистыми такими кусочками. Это можно было кушать вот этот невкусный сыр. Деньку кусочек я съела. Йогурт вкусный. Довольно вкусный. Булочка невкусная. Йогурт вкусный, но мне просто и не хочется кушать после ужина. До сих пор этот ужин перевариваю. Потому что такой сытный был. Йогурт очень вкусный. Он такой густой. Он густой-густой. И не сладкий. И он хороший на вкус. Нету послевкусия. Очень мне понравился. Наверное, турецкий йогурт. Потому что в Америке я такого не видела ни разу. Ну, короче, что-то там я поплевала. Совсем не хочу кушать. Ну и невкусный. Если бы было вкусно, я бы еще скушала. От жадности. Ладно, посмотрю, как будет назад он лететь. Какой... Чем будут кормить. Принесли нам обед. Булочка горячая. Биф. Ну, говядина. С мятой. Водичка. Салатик. Шоколадный мусс. Мало я там, я такой не ем. И хумус. Хумус. Сейчас буду дегустировать. Ну что, довольно неплохо было вот это мясо. И рис хороший был. И кабачки вкусные. Салатик я без соуса скушала. Хумус. Ну, такой. Сосо. Не очень. Это ямала еда. Довольно сытно была. Кушать можно. Получили вторую еду. Фуи-фуи. Не буду я этого кушать. Ужас-ужас. Я попробую, но я, вероятнее всего, не буду этого кушать. Салатик. Это тоже не буду. Муссы всякие. Короче, фигня. Буду кушать уже дома. Не буду я этого кушать. Съела салат. Мне этого достаточно. Мы скоро уже... Где-то еще часа два нам лететь. И мы уже дома. Я там покушаю. Я вот такое не ем. Это макарони чиз. Короче, фигня. Соку попью. Водички мне достаточно. Такое тоже не ем. Жир. Ну, я не голодная. Мы тут стрескали коробку конфет. Вон. Коробку конфет стрескали. Так что... Кушать не хочу. Не буду такое кушать. Пахнет неприятно. Принесли нам завтрак. Начнем с хорошего. Салатик. Там где-то есть еще заправка. Вот такая. Ну, я, наверное, не буду ее поливать. Салат ничего так смотрится. Вот это я не ем. Вот эти суфли. Это один жир. Я уже раз попробовала, больше не хочу. Боничка. Булочке завтра исполнится 3 года. Вот. Она ее подогревает, чтобы она чуть-чуть мягче казалась. И вот это макароний чиз. Ну, я вам скажу, такой отвратительный запах от него идет. Я не знаю, что за сыр они используют. Но такой рвотный запах. Я такого кушать не буду. Вот. Я уже дотерплю до посту. Но и... У меня было печенье. Я взяла с собой печенье. Коробку разного печенья. Купила в цукерне в Львове. Потому что я подозревала, что будут плохо кормить. Вот. Я себе печеньюшками... Ну, кушала. Я не голодная, в принципе. Поэтому я не буду. И котлеты вот эти, что были сегодня. Они довольно плохие были. И рис я все скушала. Так что я не очень голодная. Вот. Салатик скушаю. И может чуть-чуть булочки. И все. Ну, все. Туркам надо исправляться. Потому что единственная вкусная еда была вот так от лета, когда мы с Малой летели в Европу. Вот опять же там были два повара на борту. Они, когда мы выходили, они прощались со всеми пассажирами. У них были колпаки, кители на них. Вот. Я не знаю, готовили ли они только для первого класса или для всех. Но тогда вкусно было. Вот. Действительно вкусно. И все. Это единственный раз, когда еда вкусная была. Туркам надо исправляться. Потому что они вот теряют клиентов так. Ну, я буду с собой теперь брать просто еду, наверное, и все. У них довольно дешевые билеты. Поэтому я, может, и буду ими летать. Ну, посмотрим. Ну, все. Всех люблю. Целую. Чао.